Отобрали детей. За недобросовестное исполнение родительских обязанностей у жительницы Шевченковского района соцслужбы отобрали троих малолетних детей. Что послужило причиной для применения таких кардинальных методов, знают наши журналисты. Грязь и бардак, отсутствие холодильника и опарыши в прогнившем матрасе. В таких условиях мать Ольга Сафронова содержала троих своих малолетних детей. Первыми забили тревогу неравнодушные соседи. Говорят, детей нужно спасать, потому что мать за ними не ухаживает. Я постригла их в парикмахерской за свои деньги. Домой забирала, покупала, ногти постригла, уши почистила. Один раз я видела, как у Вики было синее лицо. То есть она ее там била, бывает она дверь закроет и бьет ее. Я уже в двери кричу, Оля, прекрати ребенка бить, потому что сейчас милицию вызову. Соседки рассказывают, у детей нет ни книг, ни игрушек. Да и развитие малышей не на высоте. Оля, почему у Леры нет карандашей? Она берет их и ломает. Игрушки берет и отрывает голову. Потому что ты не научила. Правильно, если человек вышел из тундры, он не знает, что делать. Всего женщина родила за свою жизнь шестерых детей. По словам соседей, ее уже лишали родительских прав на двоих старших детей. Еще один ребенок в младенчестве замерз на балконе. Сегодня здесь живут трое младших, условия проживания которых оставляют желать лучшего. На контакт с журналистами мать не вышла. К слову, она не пьющая, говорят соседи. Я не буду отвечать ни на какие вопросы. Я никому ничего не должна. А что ты ребенка здесь бросила? Таня, хватит. Нет, Оля, не хватит. Хватит. Нет, Оля, не хватит. Хватит. Твоя свобода закончилась, дорогая моя. Сауны твои, походы, гульки твои до 12 ночи. Закончилась твоя. Сотслужбы совместно с правоохранителями обследовали жилище и приняли решение детей поместить в приют. Дети Ольги Сафроновой вчера помещены в православный детский дом. В связи с тем? В связи с тем, что вчера были у нее. В службе по делам детей говорят, лишать родительских прав сразу мать не будут, а дадут шанс все исправить, привести в порядок жилище, приобрести холодильник, найти работу. Сегодня малыши в приюте, где для них есть чистая постель, горячая еда и чистая одежда.